В эфире телеканал Ватон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем тему дня и по-прежнему веду ее я, Александр Гурарье. 14 января представители новой оппозиции провели собрание, то есть не демонстрацию, не митинг, а именно собрание, в котором приняло участие довольно большое количество людей. Марк Гальперин, один из участников новой оппозиции этого собрания, был арестован в числе еще нескольких человек, и не просто арестован, а даже предстал перед судом. Марк Гальперин на связи с нашей студией. Марк, здравствуйте. Скажите, что вам предъявили, за что вас арестовали, ведь собрание подобное не требует специального разрешения? Да, совершенно верно. Несмотря на то, что есть и Конституция, 31 статья, и пусть и антиконституционный, и федеральный закон номер 54, который разрешает нам проводить собрание без уведомления органов власти, статья 7 об этом говорит, но все равно власть пошла на нарушение двух законов, и даже третьего закона, закона о полиции, и начало задержание прямо в первую же минуту, когда люди стали сходить, ну, это в простом народе говорится, это как народный сход. Вот люди начали в 2 часа дня на чистые пруды подходить к памятнику Грибоедову, и вот буквально через несколько минут первые пошли задержание. Ну, а по какой статье? Что предъявили? Мне предъявили аж 2 статьи. 20.2, часть 2, организация несанкционированного мероприятия, и второе, это 19.3, часть 1, это неповиновение сотрудникам полиции. Ну, хорошо, хоть до экстремизма не дошло, как к Пиантковскому, он-то вообще экстремист. Ну, у меня... И что было дальше? То есть, вы таки предстали перед судом? Нет, я таки не предстал перед судом. Почему? Да, дело в том, что меня продержали двое суток в ОВД Басманное, и в понедельник повезли на суд. Да. Перед самым судом они начали переделывать протокол. Какую-то там дописку внесли, как я понял, которая усугубляет мое положение. Написали, что там меня предупреждали, мегафон там или еще что-то, а я не слушался, вот такой нехороший. В общем, какое-то еще предложение они усилили. Я отказался, говорю, что без моих адвокатов, защитников я ничего подписывать не буду, приглашайте понятых. Ну, пригласили понятых, они с Будуна, это был понедельник, в общем, реально пьяные люди, двое мужчин средних лет, один с несвязанной речью, второй тупо молчит, я его спрашиваю, как тебя зовут, он специально ничего не отвечает, потому что если начнет говорить, то это раскроет все карты. Я говорю, полицейские, смотрите, вы пьяных тут привели, они не имеют права подписывать. Нет, это вам кажется, на мой взгляд, они не пьяные. Ну, в общем, это такая мелочь, которая говорит о том, что и в протоколе, и везде были ошибки, и во времени задержания и прочее. И меня привезли, суд должен быть был в 11, меня там в час только привезли, и до 4 часов продержали в машине, и потом взяли, паспорт вручили, и через задний проход, там не задний проход, прошу прощения, там подъезд имеет сквозное. Нет, но относительно басманного суда можно применить это выражение. Да, в общем, через заднее кирильцо, вот, в прямом смысле, заднее кирильцо, я зашел, и через основной подъезд вышел. А ребята меня ждут на втором этаже, где должен быть суд. Я им звоню снизу по телефону, говорю, спускайтесь, я уже на свободе. Да, ваши коллеги, мы с ними были на связи постоянно, они нам говорили, что вот мы ждем, машина опаздывает, они нам писали, что мы его не можем найти, его нет, до сих пор нет, а потом раз, вот все, он появился. То есть все оказалось. Скажите, а остальные задержанные, как обстоят дела с ними? Их отпустили после так называемой профилактической беседы. В российском законодательстве нету такого понятия, как беседа профилактическая. Это выдумка полиции, необходимая для того, чтобы фактически разогнать собрание людей. То есть людей задерживают. Для беседы. То есть задерживают для беседы. Да. То есть фактически срывают мероприятия и потом отпускают. Человек, естественно, нервничает. Он думает, что сейчас ему вменят какую-то статью, штрафы. А штрафы там у нас весьма внушительные. От 10 тысяч рублей, меньше не бывает просто, до 300 тысяч рублей. И вот он думает, сейчас его еще с работы выгонят, на сутки могут оставить, и так далее. А потом отпускают, вот после такой передряги. То есть человек еще в благодарность жмет полицейским руки, я правильно понимаю? Нет, никто не жмет. Мы будем, конечно, додавливать ситуацию, будем подавать жалобы, и в хорошем смысле троллить будем власть. Но задержали там 30-40 человек, и, в общем, мы спускать это дело не будем. Марк, скажите, пожалуйста, почему вы считаете, что все-таки, почему не довели до суда? То есть собрали суд, собрали общественность, да, и все ждали, а потом раз и отпустили. Испугались? Я думаю, как раз общественное мнение давило на власть. Вот если бы это был не я, если бы не впряглись, ну, за любовь другого, десятки человек, если бы не общественное мнение, не шум в сети, ни статьи, видео в средствах массовой информации, засудили бы за... Вы же знаете, Басмана и правосудия, к сожалению, уже стало нарицательным. Любой другой суд присудил бы и сутки, и штрафы, и все что угодно. Но здесь они пошли на попятную. Мне хочется верить, из-за того, что был поднят шум, и общественное мнение дало себя знать. Скажите, пожалуйста, каковы планы Вашего объединения? Естественно, мы будем продолжать свою борьбу. Почему мы делаем народный сход-собрание? Потому что мы хотим провести митинг, который нам не позволяют сделать. Мы уже подали заявку на следующий митинг. Он называется очень просто. Антикризисный митинг номер один. Вот мы с декабря прошлого года даже с ноября. Никак не можем провести этот митинг, потому что нам его не разрешают сделать. Вот не хочешь митинга, получишь народный сход. И мы уже подали новую заявку. Если нам ее опять не удовлетворят, будет новый народный сход. Нас просто отфутболить нельзя. Мы будем добиваться своего. Марк, скажите, а вот антикризисный митинг, то есть вы хотите обсудить какие-то пути выхода из кризиса, ну, хотя бы так, в общих чертах, да? А почему вы не пошли по пути гораздо более простому и приятному, например, принять участие в Гайдаровском форуме и высказать свое мнение там? Насколько мы видим по составу участников Гайдаровского форума, там теперь очень широкий спектр мнений представляется. Приезжает байкер, например, и учит экономистов, как нужно вытаскивать экономику из грязи. Понятно. Я занимаюсь политикой и к своему стыду не знаю, что это за форум. Это первое. Второе. Мы проводим сами собрания под крышей. Мы уже две конференции провели. Одну в здании Парнаса в офисе, вторую в Сахаровском центре. То есть мы используем все методы воздействия. Улица, это прогулки, исходы и конференции внутри помещений. Буду рад с удовольствием обсудить все и на Гайдаровском форуме, если пригласят. Будем использовать и не уличные методы борьбы, но самое главное, что смена власти произойдет на улице. И в этом новая позиция едина в своем мнении. Формат смены власти может быть разный. Тут у нас нет одной точки зрения. Одни говорят, что это будут стачки, митинги, забастовки, и все это вынудит власть уйти, как, например, это было в Польше в свое время, солидарность могла быть. Или как это было в 1917 году, только в 1917. В феврале? Да. Да. Я за февраль 1917 года. Октябрь это был просто вооруженный захват власти Лениным и кучкой революционеров. террористов фактически. Они устроили после 1917 года, после октября диктатуры только не пролетариата, а свою собственную. Развязали совершенно геноцид против своего народа. Ну ладно, отвлеклись. Значит, мы все солидарны в том, что власть произойдет путем революции, путем стачек, уличного протеста. И здесь мы накачиваем мускулы, что называется, делаем прогулки оппозиции, они уже больше в 10 городах идут теперь, и делаем народные сходы, тренируемся. Благодарю вас, Марк Гарперин, новая оппозиция. Спасибо. Программа Тема дня на телеканале ТОН ТВ. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...